Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про дуэль Лермонтова с Мартыновым. Михаил Лермонтов выстрелил в воздух, а Мартынов – прямо в грудь противнику. Так гласит основная версия. Дуэли – вечная тема в русской истории. Одна из них унесла жизнь Великого Пушкина, другая – идущего следом к поэтическому Олимпу Лермонтова. К дуэли Лермонтова и Мартынова привела ссора, имевшая место, 13 июля 1841 года, в доме Верзилиных. Поэт находился в доме генерала Верзилина. Там собрались гости и вели оживленную беседу. Лермонтов сидел на диване с дочерью хозяйки, Эмилией Александровной. В другом конце залы на фортепиано, играл князь Трубецкой. Рядом разговаривали Мартынов и Надежда Петровна Верзилина. Михаил Юрьевич сказал своей собеседнице шутливо, кивнув в сторону Мартынова, чтобы она проявляла осторожность при общении с этим страшным горцем. В этот момент Трубецкой перестал играть, и слова поэта отчетливо прозвучали в зале. Присутствующие весело рассмеялись. Самолюбие Николая Соломоновича было задето. Уважаемые зрители. Мы знаем, что нас смотрят, 95% людей без подписки, просим вас подписаться на наш канал, для вас это ничего не стоит, а нам это поможет в продвижении, также ставьте лайк этому видео, это поможет в продвижении этого ролика, и его увидят больше людей. Дело усугубило то, что в зале находилась дама, в которой Мартынов испытывал определенные чувства. Насмешки при ней в его адрес вывели майора в отставке из себя. Он взорвался и резко сказал, что больше не намерен терпеть издевки господина Лермонтова, хотя терпел их долго. Однако Михаил Юрьевич не воспринял это высказывание всерьез. Он повернулся к своей собеседнице и заметил, такое бывает. Завтра мы помиримся и станем добрыми друзьями. Однако после вечера, когда приятели вышли из дома Верзилина, между ними состоялся разговор на повышенных тонах. При этом Лермонтов не постарался сгладить конфликт, извиниться перед Мартыновым за свою бестактность. И закончился возбужденный разговор, вызовом Михаила Юрьевича на дуэль. Причиной же стал язвительный характер поэта, и его острый язык. Казалось бы, что ссора быстро угасла, но Мартынов, задетый за живое фразой Лермонтова, разгневан был достаточно сильно. Ближайший друг Мартынова Глебов, упрашивал его отказаться от поединка. Но тщетно. Очевидцы вспоминали, что когда Лермонтов и Мартынов стояли друг против друга на расстоянии 15 сажень, буря отчаянно бушевала. Мартынов, подойдя к барьеру и видя, что Лермонтов опустил свой пистолет и не хочет стрелять, закричал ему. Стреляй, а не то убью. Я не имею обыкновения стреляться из-за пустяков, отвечал Лермонтов. А я имею обыкновение, возразил Мартынов и стал целиться. Он так долго целился в Лермонтова, не поднимавшего пистолет, что свидетели закричали ему. Стреляйте же, или мы вас разведем. Мартынов выстрелил так метко, что Лермонтов упал, рассказывал князь Васильчиков, бывший при этом, как будто его скосило на месте, не сделав движения, ни назад, ни вперед. Пуля пробила его сердце и легкие. Буря грохотала и скорбно выла, гром оглушительно гремел, и молния ослепительно сверкала. По словам князя Васильчикова, Лермонтов всю дорогу к месту дуэли шутил, говорил, что сам стрелять не будет, да и Мартынов стрелять не станет. Лермонтов продолжал шутить, даже когда заряжали пистолеты. Васильчиков видел по лицу Мартынова, что он будет стрелять и предупредил Лермонтова, что это все не шутки. Вскинув пистолет, Лермонтов отвернулся, презрительно улыбнулся и покачал головой. Мартынов побежал к веру, долго прицеливался и произвел свой ужасный выстрел. Лермонтов присел, а затем упал. Официальное известие о смерти поэта гласило, 15 июля, около пяти часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске Лермонтов. В своих воспоминаниях Вяземский, со слов флигеля дьютанта полковника Лужина, отметил, что Николай I отозвался об этом, сказав, собаке собачья смерть. Однако после того, как великая княгиня Мария Павловна вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором, император, выйдя в другую комнату к тем, кто остался после богослужения, объявил. Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит. Похороны Лермонтова состоялись 17 июля 1841 года на Старом Пятигорском кладбище. Проводить его в последний путь пришло большое количество людей, жители Пятигорска, отдыхающие, друзья и близкие Лермонтова, более полусотни официальных лиц. Так совпало, что гроб с телом Михаила Юрьевича несли на своих плечах представителей всех полков, в которых поэту пришлось служить. Мартынов дожил до 60 лет. Он желал, чтобы его похоронили в селе Подмосквой, принадлежавшем его отцу, в отдаленно стоящей могиле, безо всяких опознавательных знаков, чтобы никто не смог идентифицировать могилу убийцы Лермонтова, и память о нем исчезла бы навсегда. Но это не было соблюдено. Мартынов был похоронен в семейном склепе. Позднее ребятня из детской колонии прознала, кто там прибывает. Они разломали склеп, и по разным данным, останки Мартынова то ли раскидали по усадьбе, то ли сбросили в пруд.